вот это у нас два куста китайской вишни китайской вишни называют не помню как она там называется по-научному вот маленькая крупненькая вишня с большой косточкой вот я почему снимаю я хочу показать вам как мы эмульчируем кусты мы нашли очень удобный способ посмотрите это апрель месяц конец апреля у нас все заросло вот прям заросли заросли все заросло и вот видите что делается в самом кусте то есть мы его перед съемкой не прорывали сразу скажу кустик полностью чистый то есть сорняк вокруг куста но при этом не заглушает сам куст ничего на нем не плетется вот у него есть возможность там и быть постоянно влажной земле потому что в чем суть а то я так много говорю только не самой сути смотрите мы взяли покрышки положили около кустов и засыпали соломой вот что это дало постоянно влажную землю даже летом засуху и отсутствие сорняков мало того у меня муж косит да неважно на какой косой либо обычная либо бензокосой он не скашивать не подкашивает по случайности куст потому что до этого были такие случаи когда просто куст скашивался по случайности было конечно очень обидно когда ты садил выращивал и не заметил просто проглядел как-то и скосил куст ладно это там если куст которых у тебя десятка если это один там или два которые ты еле достал на покупку на посадку вот поэтому вот так мы выходим с этого положения бурья не растет сорняк не растет вот второй куст смотрите что здесь только пробилось здесь пробился только пшеница и проросла проросла пшеница сама вот а так тоже чистый полностью этот покажу как это на правах работает мы тоже долго думали как же нам с травами бороться вот в травах вот это у нас мята растет также в кольцах то есть мы их не засыпаем можно засыпать землей по необходимости нас не было когда эти возиться у нас тем более время это было посажено мы просто и кинули колеса вот второй куст мало того что она как бы не разрастается дальше может она где-то и вылезет но там она будет скашиваться она со временем все равно сама по себе умрет вот а в колесах она чистенькая хорошенькая мы конечно здесь не мучуем здесь проросло дуанчики попробивались их нужно вырвать с корешком тогда все будет нормально вот покажу вот все вокруг видите зарощено запущено вот еще один сразу тоже хочу оговориться что мы не прорывали перед съемка вот вот как она из зимы вышла вот так и растет все чистенькое прорывали в том году пока вот не удалили все сорняки которые там были ну такие многолетники вот и все чистенькие у нас и вот так же само у нас калина куст калины смотрите тоже не прорывали мы его вообще с того года вот чистенький чистенький кустик очень удобно и эффективно и в таком же духе мы делаем все деревья разные травы садим кусты и вот у нас таким образом сделаны вот это как один из вариантов борьбы с сорняками